Друзья, всем привет! Кто подписан на мой инстаграм и следит за моими сторисами, тот знает, что буквально где-то уже месяц я катаюсь с новой магнитолой TACE. Вот такая магнитола. Я про нее сторисы выкладывал. В общем, сегодня хочу поделиться с вами проблемой, с которой я столкнулся, когда устанавливал эту магнитолу. Эта проблема есть, я думаю, во всех магнитолах TACE для Kia Rio 4 и Kia Rio X-Line, но, возможно, и для других автомобилей тоже. Поэтому обязательно досмотрите этот ролик до конца, я сейчас вам все расскажу. Смотрите, перед установкой магнитолы я решил разобраться в ее распиновке, какой провод за что отвечает, проверить все, чтобы разобраться, чем отличается все-таки тип А и тип Б магнитол для Kia Rio 4. В общем, разбирался, смотрел, какой проводок за что отвечает и смотрите, на что наткнулся. Вот у меня есть распиновка штатных разъемов для магнитолы Kia Rio 4. И здесь у нас расписано, вот эти вот пины, 8 штук, отвечают за динамики, то есть вот левый динамик задней двери, плюс, минус и так далее. И в комплекте с магнитолой шла вот такая распиновочка, то есть вот он, основной разъем J для магнитолы. Здесь также расписано, какой динамик за что отвечает. Я начал смотреть. Ребят, кстати, вот эти вот файлики я прикреплю в описании под видео, сможете скачать. Я думаю, они вам пригодятся. И вот эти разъемы, ребят, они, вот эти именно разъемы для колонок, они не отличаются что в престиже, что в премиуме, в любой магнитоле Kia Rio 4 эти разъемы, 8 штук, одинаковые. Так что эта распиновка подойдет для любой магнитола на Kia Rio 4. В общем, ребят, начал разбираться, смотреть, и вначале думал, мне показалось, но начал все-таки проверять и понял, что на левой передней двери и левой задней двери в основном шлейфе, сейчас разберу, покажу, перепутаны провода плюс с минусом. То есть фазировка перепутана плюс с минусом, соответственно, если у нас плюс с минусом перепутан, звук будет намного хуже в магнитоле. Поэтому, я думаю, многие в отзывах, и мне лично в сообщении писали, что им не нравится, какой звук у этой магнитолы, что звук такой же, как у штатный, или даже хуже. Кто-то писал, что звук лучше, но звук реально можно добиться качества, если настроить эквалайзер правильно, все настройки правильно сделать, звук будет лучше. А если сделать то, что я вам сейчас покажу, звук станет намного лучше. В общем, смотрите, увидел я эту проблему и начал копать, копать, искать эту информацию. Реально наткнулся в отзывах на Алиэкспресс. Один парень писал, что да, что он нашел такую проблему. Потом залез на свой любимый форум 4PDA, и там уже прям конкретно нашел информацию. Так, сейчас пользователь пользователь форума с ником Mimka4500. Кстати, тебе спасибо большое. В общем, он оставил классный, полезный пост о том, что вот он эту проблему тоже нашел. И как определить, есть у вас в магнитоле такая проблема или нет. При этом не разбираясь даже вот в этих пинах, в распиновке, он записал специально два файла. Ему, точнее, друг в аудиостудии записал два файла. Один правильный, а второй тот же самый, но с перепутанной фазировкой. И выложил их. Я их скачал. Сейчас мы с вами их послушаем, объясню, как проверить, правильно ли у вас подцеплены динамики, то есть правильно ли у вас распиновка, не разбирая магнитолу, если она у вас уже стоит. Поэтому это видео, я думаю, всем владельцам ТЭЙС, магнитолы ТЭЙС, будет полезным. Ссылочку на эти два файла я в описании под видео также прикреплю. Скачаете, вставите в магнитолу флешечку, послушаете и поймете, перепутана у вас фазировка или нет. Что ж, давайте сейчас покажу, как проверить, а потом сниму магнитолу и покажу уже, что надо менять. Смотрите. В общем, открываем плеер. И здесь у нас будет два файла, правильный и неправильный. То есть правильный, это здесь записан правильно звук. В неправильном специально перепутаны фазы. Он звучит хуже. Что мы делаем? Мы заходим обязательно в настройки звука. Эквалайзер лучше поставим по умолчанию, без всяких настроек. И заходим в объемный звук. Лучше его на всякий случай все по нулям поставить, отключить, чтобы он вас не сбил. Все, вот так оставляем. Смотрите, слушайте внимательно. Сейчас я запускаю правильный файл. Он будет звучать хорошо, объемно, басы будут. А неправильный файл, он будет звучать, как из бочки. Такой глухой звук, дальний, непонятный. Давайте покажу. Вот я надеюсь, вам слышно, какая разница. Ребят, но если не слышно, поверьте мне на слово, разница ощутимая намного, что вот неправильный звучит намного хуже. Так вот, смотрите, у меня сейчас все правильно здесь подключено, я уже распиновку сделал правильную. У вас, если у вас распиновка неправильная, то у вас наоборот, файл, который называется правильный, будет звучать хуже, чем неправильный файл. То есть у вас наоборот, правильный файл будет звучать, как из бочки, звук слабый, басов мало, а тот, который неправильный, у вас будет звучать лучше. Значит, у вас фазировка перепутана. Значит, вам надо снять магнитолу и поменять спины там местами. Сейчас я вам это покажу. Если у вас звучит, как у меня, правильный трек лучше звучит, чем неправильный, то у вас все нормально, не парьтесь, ничего не разбирайте, слушайте музыку и дальше кайфуйте. Теперь давайте, я быстренько сниму сейчас магнитолу, и покажу вам, что надо будет поменять, какие разъемы надо будет поменять местами. Я думаю, я сейчас ее буквально за минуту сниму. Окей, Рио, она разбирается у нас очень легко и просто, много времени это не занимает. Итак, ребята, нам нужен основной шлейф. Сейчас я его отцеплю и покажу вам, что в нем надо менять. Убрать я его не смогу, потому что у меня здесь камера заднего вида уже подключена к нему. но, кстати, по распиновке сейчас объясню. Ребят, кто разбирается, в общем, смотрите, мы смотрим, получается, вот эти разъемы, вот они, да, 8 штук, и вот они здесь, то есть это зеленые провода, зеленый, зеленый, черный, белый, серый, серый, черный, фиолетовый, фиолетово-черный. Вот они, 8 штук. И, соответственно, вот они пошли, вот этот разъем, здесь изображен разъем уже, который на магнитоле. То есть вот таким образом будет втыкаться, и здесь мы смотрим, вот они справа, правые 8 штук. То есть таким образом я выяснил, что здесь перепутаны. Если вы разбираетесь в этом, то можете скачать вот эти файлы и проверить у себя. То есть, ребят, если у вас не Кирио-4, вам надо вот такую же такую же распиновку найти для своей штатной магнитолы или именно вашего автомобиля. Например, там Vesta у вас или Kia Sportage. Ну, в общем, для своей магнитолы найдете, если вам интересно проверить именно по пинам. Но можете проверить просто по файлам, которые я также оставлю, аудиофайлам. Но лучше все-таки, если у вас другая машина, проверяйте по распиновке, потому что если у нас на Кирио-4 левые динамики перепутаны, у вас может быть другие. И, ребят, кстати, почему я уверен, что у всех перепутано? Потому что у своего друга Виталика я проверил, мы разобрали, у него тоже были перепутаны. Потом трём подписчикам я об этом рассказал своего канала, они у себя проверили, у них тоже перепутано, они тоже меняли местами. В общем, смотрите, что мы делаем. нам надо просто поменять вот эти два провода местами, зелёный, зелёный, чёрный и белый, белый, чёрный. Они у нас отвечают, сейчас скажу, зелёный, это у нас один, два, это задняя левая дверь и белый, это получается тринадцать и четырнадцать, это передняя левая дверь. То есть не надо ничего разрезать, перепаивать здесь, мы просто берём и выдёргиваем пины. Каким образом это делается? У меня есть вот такой вот инструмент, вы можете взять любую маленькую спицу, смотрите, вот там есть отверстие перед пином, и там просто язычок, его надо просто надавить, и провод выдернется. Я сейчас один выдерну, вам покажу. Просто давим, вот, и он вылез, видите? всё очень легко и просто. Здесь вот он, язычок, я вот так вот надавил на него, получается, и пин вылетел. Теперь я его обратно маленечко верну, чтобы он держался. И таким образом вы два выдернули и местами их поменяли, и всё. Всё, вот он держится. У меня, ребят, всё уже поменено, у меня звук поэтому хороший. Так, всё ровненько. В общем, я не буду вам показывать, какой провод куда должен прийти. Если вы разбираетесь, вы распиновку посмотрите и тоже увидите эту проблему, что проблема именно в этом. Но на Kia Rio 4 реально, я думаю, что у всех перепутано, поэтому скачивайте файлы, слушайте, проверяйте и переделывайте. Или во время установки магнитолы заранее поменяйте эти провода местами. Ну, давайте, для тех, кто не разбирается, всё-таки покажу. Запоминайте, если вот так держать, у вас сбоку должен быть просто зелёный, потом зелёный, чёрный. Теперь белый. Сбоку просто белый и следующий бело-чёрный. Вот таким образом, да? зелёный и белый. Зелёный-чёрный и белый-чёрный. Вот таким образом держим штекер. Теперь здесь смотрим. Если вот так вот держать, вот так вот туда вниз, то у вас идёт фиолетовый идёт, потом идёт просто зелёный, потом зелёно-чёрный. Если перевернуть и смотреть на белый, с краю белый и второй будет белый-чёрный. Вот так должно быть правильно. То есть, если вы только собираетесь установить магнитолу, вот этот штекер проверяйте и делайте так, как сделано у меня. И всё должно у вас заработать. В общем, ребят, вот такое видео сегодня получилось. Я надеюсь, оно было для вас полезным и понятным. Надеюсь, оно вам понравилось. Если оно вам реально понравилось, обязательно поставьте лайк. Поделитесь этим видео с друзьями, тем, у кого стоит магнитола Тейс или кто собирается её ставить. Подписывайтесь обязательно на канал, впереди вас ждёт ещё много интересного и полезного. В одном из следующих видео я покажу вам, как правильно эту магнитолу вообще подключить в Киевио-4, как правильно что собрать, чтобы она у вас не люфтила, не шумела, не дребезжала, чтобы всё было отлично. Я вам прямо вот в одном из следующих видео покажу. И также расскажу вам о том, какой тип всё-таки А или Б для какой комплектации выбрать правильно, чем всё-таки они отличаются. В общем, на этом у меня, ребят, всё. всем удачи, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»